Звонок на домашний телефон. На другом конце провода женский голос. Плачет и просит о помощи. Если трубку берет взрослый, представляется дочерью, если ребенок – мамой. А голос другой, потому что губу разбила, попала в ДТП, срочно нужны деньги. Такие звонки старые, но, как показывает практика, все еще действенная схема мошенничества. С начала года в Сарове зафиксировали 22 таких случая обмана. Просят, как правило, 800 тысяч рублей. Затем сумму сбивают до той, которая есть у жертвы на руках. Недавно в цепки лапы аферистов попал ребенок. Девочка, 9 лет, находилась дома. Был очлен звонок, представилась мамой, сказала, что попала в ДТП. Женщина, которая уходила от столкновения, пострадала в ДТП. Необходимы денежные средства на лечение. Пояснила, что сама также мама находится в больнице. Необходимы денежные средства. Все, которые находятся дома, девочка собрала 70 тысяч рублей. Соответственно, вещи, предметы личной гигиены. Деньги девочка передала курьеру, саровчанину, который помогал мошенникам. Сами злоумышленники, как правило, находятся на территории другого государства. А вот помогают им забрать улов уже жители города. В соцсетях вербуют так называемых курьеров. Людей, которые за определенный процент от суммы будут переводить добытые обманом деньги на указанный счет. С начала мая в Сарове сотрудники полиции задержали 10 курьеров, которые успели совершить 26 преступлений. Буквально только вчера сотрудник полиции задержан житель нашего города. В 2004 году рождения студент первого курса вуза, который вчера только за день совершил три преступления совместно с мошенниками. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч 230 и 240 тысяч рублей. Статистика по мошенничеству в нашем городе выросла в два раза. Если в прошлом году за первые шесть месяцев зафиксировали 59 случаев, то в этом уже 120. В общей сложности за шесть месяцев саровчане перевели аферистам 31 миллион 590 тысяч рублей. По-прежнему самым распространенным способом обмана остаются телефонные звонки от представителей банковских служб. За шесть месяцев зафиксировали 40 таких преступлений. Как показывает статистика, жертвому преступлению становятся люди различных социальных групп, профессий и возрастов. Презультатом анализа самоуязвимой категории по-прежнему являются граждане пожилого возраста. Их доля в общем количестве составила 51%. А по возрасту от 60 до 74 лет 31% и свыше 75 лет 20%. То есть, сами понимаете, в основной части это жители нашего города, которым за 60. Жертвами аферистов становятся и жители среднего возраста – 30%. Обманывают и молодых людей. Их доля в статистике составила 19%. Большинство потерпевших по социальной категории – пенсионеры. 26% – работники градообразующего предприятия. Очень много преступлений совершено, но тем не менее, очень много преступлений нам удается пресечь. Так, за текущий период этого года жители 270 раз к нам обращались в дежурную часть управления и сообщали, что им поступают какие-то странные звонки, представляются сотрудниками различных банков, сотрудниками правоохранительных органов. Сообщить о подозрительном звонке можно по номерам 02-605-22 и 605-04. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.